Всем добрый день! Мы с вами в 74-й год отправляемся вновь на большой хоккей в Канаду, в город Ванкувер. Серия между сборной Всемирной Хоккейной Ассоциации и сборной Советского Союза. Матч номер 4. Смотреть его с вами буду я, комментатор НТВ+, Юрий Розенов и участник тех событий, заслуженный мастер спорта Владимир Петров. На ту пору, после трех поединков, разобрались уже во всем или нет, Владимир Владимирович? Ну, конечно, разобрались. В принципе, с этой командой нам было все ясно. То есть, игроки, хоккеисты сборной ВХ настроились по-боевому и старались играть грубо. И поэтому мы внесли соответствующие коррективы. Ну и потом мы-то были уже опытными товарищами. Правильно ли говорить, что эта команда все-таки играла более жестко, более грубо, чем команда 72-го года? Да, 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 да. Это действительно так. Ну, у них задача была сыграть лучше, чем те игроки, которые играли в сегодняшний втором году. Хотя тут, здесь тоже были игроки. Высокого класса. Приличные, да. Горди Хоу, как уже... Вот он, пожалуйста, вам на льду. Легенда. Ну, мы не раз уже об этом говорим. И на протяжении всех матчей вы тоже смотрели, уважаемые телезрители, предыдущие поединки. Все-таки по большей части играет в первом периоде, а дальше в дело вступают другие, да? Да, но надо учесть возраст. Возраст Горди Хоу все-таки не мальчик уже был тогда. Но все равно. Вот он, что называется, пиар. Бобби Халл. Вот Горди Хоу играет в первой смене. А вот сейчас с ними играет Ральф Бэкстрем под 14-м номером в звене с Горди Хоу. По первому матчу мне он нравился очень. Вот. И когда я смотрел эту серию, мне казалось, что просто загубить этого 14-го номера, потому что Хоу медленный, Хоу уже не может. А потом я свое мнение поменял, потому что вполне боеспособное звено. Да, да. Вот видите. И никаких, так сказать, санкций со стороны Суги. Ну, и, по-моему, здесь Смит и Шмир играют у канадской сборной в обороне. И вот этот самый большой отрезок, опять длинная смена, больше минуты сыгран, а у нас вы на площадке по-прежнему, да, вместе с своими извечными соперниками. Вот Михайлов шайбой. Вот видите, опять. Это уже Горди Хоу. Мистер Железный Лукас, как его звали, сейчас вот оправдал. И, кстати, отметь Джерри Чиверса, да, потому что хитро вырезал Михайлов на пятачок. Он ведь умел, я знаю, прямо так вроде бы незаметно засунуть в ближний угол. Да, сейчас редко кто это делает. Смена проходит в процессе игры. И Александр Якушев, пятнадцатый, номер девятнадцатый, Владимир Шадрин. Там, по-моему, по серии не было такого постоянного, да, третьего форварда для связки. Играл и Виктор Шалимов. Да, все время подставляли. И в ряде эпизодов Мальцев выходил с ними играть. Да, да, да. Всегда кого-то подставляли. Ну и у канадцев этого парня тоже с той поры повнив развивающиеся волосы. Пэт Степплтон, да? Да, Степплтон, да. Такой похож на Виталия Давыдова. По игре по себе поманили, катали. Очень крепко сбитый, вроде невысокого роста, да, но прекрасно ведущий силовой борьбы. А вот он Бобби Хал. Вот эта связка Халла Круа, шестнадцатый и седьмой номера, наиболее опасна у канадцев. Я как раз и говорил, что в ряде матчей с ними играл Бэкстерем, и тогда они смотрелись наиболее опасно. Это Маккензи. Маккензи под двадцать третьим номером, пасовал на пятачок, Халлу бросить не дали. И Якушев в Шадрином. А вот с ними как раз... Лебедев. Лебедев играет под одиннадцатым номером. Цыганков. Очень хорошая передача на Якушева. Вот тут уже чувствуется легкость, да, в разыгрывании комбинаций. Чистый лед, постоянная игра в пас. То есть такая уверенность в своих силах. То есть здесь уже мы диктуем условия игры, а не нам диктуем. А вот скажите, пожалуйста, все-таки эта команда была, ну, так сказать, достаточно возрастной, и вот теперь уже, да, через тридцать с лишним лет, ну, все-таки есть возможность поизучать ту прессу канадскую. Во многом они делали ставку именно на начало повединка. Смять, может быть, так затолкать, но понимали, что на концовках, как правило, у них силовки остается меньше. Ну да, функционально, да, они функционально, в принципе, не могли играть в одном темпе всю игру. И, безусловно, они ставили ставку на первые отрезки и на силовую игру, ну, на грани фола. Иногда даже переходят всю эту игру. Вот опять 17-й и 18-й номера Рик Смита Пол Шмир. Пожалуй, самая фактурная и уж точно наиболее злая пара защитников. Ну, а у нас играют здесь Александр Мальцев, 10-й номер, вот он, шайбы, и Вячеслав Анисин, Александр Бодунов. И Бодунов, да. То есть ротация в звеньях была тогда, и, в общем-то, она была и оправдана. Надо дать было поиграть всем звеньям в разных сочетаниях. А с чем это вызвано? Вот, кажется, Лебедев играет, да, с Шадрином и Якушевым. Ну, наверное, он все-таки в отработке, то есть назад, давая возможность им комбинировать, посильнее был, чем тот же Александр Мальцев, да, все-таки, наверное? Ну, пожестче, Лебедев, по корявости, так скажем. Поэтому, а для игры с такой вот командой, как сборной ВХ, этого, как раз это и надо было. Именно отработать, да, для Черновой, если угодно, чтобы развязать тому же Якушеву руки. Да, не уступить. В три звена, еще раз напоминаю, по преимуществу играли тогда. Ну, в принципе, хоккей предполагает, в общем-то, предполагает, чтобы играть в три звена. Ну, и вот, пожалуйста, дальний бросок. Причем отметим, что это не 5 на 4, это 5 на 5 игра. Дальний бросок Валерия Васильева. Разберемте давайте этот эпизод. Да, да, вот смотрите. Два канадца, они тут зря, да? Да, да, они разъехались. Там на добивании Михайлов. Ну, в принципе, для Чиверса все было видно. Это его ошибка вратарская. Вратарская шайба. Да, я думаю, что да. Чиверс еще отличался тем, что он помимо концентрации на игрока-владельщика, он еще много внимания уделял игрокам на пятаке. Старался ударить, там кого-то зацепить игрока-противника. То есть, вот такое у него было. А Борис Павлович, который на эту игру, так сказать, да, главным тренером команды уводил, обращал на это внимание перед игрой? Конечно, да. То есть, если Михайлов лез на пятачок по обыкновению, он был готов к тому, что, может быть, даже, да? Полный перевяз сборной Советского Союза на первых минутах матча. И, может быть, заигрались где-то, потому что вот на ответ канадцев. Силовой прием Валерия Васильева. Одним ударом двоих. И, смотрите, канадцы проваливаются, смена, что ли, или как. Харламов шайба, и вот отличный момент на ленточке, что ли, Джерри Чиверс. Но в данной ситуации он демонстрирует завидную реакцию. А посмотрите, как он устал, видите? Ему тяжело. Его же прилично нагрели. Вот... Не знаю, Владимир Владимирович, прав я или нет. То есть, это наигранные комбинации без вопросов. Михаил тогда уже пошел и пас за спину. А скажите, пожалуйста, до... Вот до Харламова кто-нибудь этот фокус исполнял? Потому что потом, и уже даже в российское время, уже игроки среднего уровня это делали, да? Но впервые я увидел исполнение вашей тройки. И вы забивали, и Борис Петрович... В принципе, туда еще должен идти я. Почему? Потому что мне было удобно. Праворукие, да? Да, да. Вот видите, как... Теск Варди Холл исполнил теск выход 1 на 1. Ну, скажите, пожалуйста, все-таки упивались. С превосходством своим. Как и мы с вами сейчас захвалили себя. Ну, да. Ну, конечно, конечно. Может, провал же в средней зоне на прямых, и защитники и без скорости, да, не откатываются назад, поэтому выход чистый. Да, Ляпкин здесь сейчас посмотрим, тоже там. Да я и скажу третьяк, но он угла б ты обстрела сокращал? Ну... Или что? Или тоже просто не ждал? Вот такой неприятный. Нет, он ждал, но... Чисто разыграли, и здорово Бэкстрим пропустил. Да. Вот видите, там он лег над щитком. В принципе, Владик-то далеко не катился. Один-один. Ну и теперь жди, что называется, от канадцев. Забив гол, они подпитываются силой. Довольно странные впечатления от игры. Вот, честное слово, спокойно контролируем шайбу. Если они применяют прием, это только уже в своей зоне. Они играют в откат, да? То есть дают спокойно. Да, 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 да. Они играют в откат, да. А вот тут уже включают Бэкстрим руки. Укладывают Лебедева на лед. И вот атака канадской команды. Но, впрочем, арбитр фиксирует проблес. А это, по-моему, Хоу-младший. Да? Ну а как же? Их трое было в этой серии. По ходу, вот, канадской части серии, да, уже проходит ощущение, что играете при чужих трибунах, так сказать? Перестаешь обращать на это внимание? Да, да, но это уже как бы не влияет на игроков. Просто делаешь свои дела и все. А тем более, если чувствуешь свое превосходство над противником. Ну, посмотрите, лучше катаемся. Движемся, быстро продвигаемся. Нет, вы согласитесь, что не сказать, что по счету ты это просматривал с каждого матча? Вот чем фокус-то. По счету-то нет. Нет, а вот по картинке, как мы ее видим с вами, то, безусловно, мы видим, что мы катаемся лучше. Может быть, это просто как бы привычность глазу, что ли, да? Но другое дело, что любому русскому больше понравится ландшафт с березками, чем какая-нибудь выжженная африканская пустыня, верно? А человеку оттуда, наоборот, может быть, больше понравится то. Ну, вот я хочу сказать, что в какой-то степени тренеры вот этой сборной КВХ, они искали варианты для игры со сборной России. Причем Харрис считался специалистом по русскому хоккей, да? Я отсматриваю очень много наших матчей. И в европейскому русскому хоккей, он же играл и тренировал финскую сборную, насколько я по-моему, я помню. Ну, вот первый раз у нас численный перевес. Маккензи удален на две минуты. Владимир Лученко пасует Мальцева, тот набирает скорость. Ну, чуть-чуть шайба сошла с крюка, поэтому скорость приходится сбрасывать, но тут же Бодунов. Все одно молодец, доработал, да? Вот, кажется, потерял, а все одно не выключается из эпизода. Оффсайд офсайдом, но... Эта школа, советская школа хоккея, и он доигрывает в момент до конца. Видите, Горде Хоу получил травму. Но забил, конечно, так гвоздь туда. Да, ну мастер, разумеется. Кодиум в зону, Гусев на пятачке, Борис Михайлов. Туда же еще идет один пас, и поднимает уже Борис Михайлов руку вверх. Взгляд-то вы бросили, по-моему, на пятачок еще раньше, да? Да, да, да. Чтобы оценить, насколько он выиграл позицию. Ну, в принципе, это у нас наигранно было, потому что мы знали, что Борис всегда там находится. Просто надо было правильно положить ему шагу в клюшку. А вот за счет чего все-таки, прежде всего, он на пятачке брал вверх? Чутье ли, быстрая работа рук, если угодно, или просто характер? Быстрая работа рук, характер, тут все в совокупности. Нельзя что-то выбросить из его арсенала. Я не скажу, что он позицию сейчас выиграл, да? Он, в принципе, кажется... Он время выиграл. Время? Время выиграл. У него же клюшка длинная, Борис Петрович, понимаете, она длинная, поэтому... Она выше роста, чем он был, клюшка. Тонкая и длинная. Как хотите, Владимир Владимирович, вот, честное слово, вот первые эти 7 минут, до 2-1 мы ведем впечатление, что мы смотрим All-Star Game, на самом деле. То есть первые минуты они насели, где-то цепляли руки, это включали, но грубости-то я не вижу с их стороны. А потом, как ты будешь грубить, если тут же наказываешься шайбой? То есть шайба ходит, катится, да? Конек выигрываем, игра дается. Но вот они навалились. Вот как раз... Макгрэ... Хендерсон, по-моему, да? Я не вижу сейчас, кто... Вместе с Васильевым был и смена состава по ходу матча. Разыграли чисто большинство пятидесятой сборной Советского Союза. Надо ответить, что темп не очень большой. Так сказать, все-таки играем в три пятерки, поэтому тренеры не особо торопились делать смены. Как у нас говорят, пожиже развести, чтобы можно было отдохнуть. За Якушевым смотрит намного внимательнее, да? То есть он такой свободы не имеет, как два года перед этим. Ну, знали, что это мой игрок с большой группой. И вот Уолтон вбрасывает шайбу в нашу зону. Есть у меня ощущение, что, во-первых, у меня по длине отрезки играют, чем вот компания, да? Вам мальцев, они сильно бадонуют. Вот видите, сейчас-то гробость пошла. И с нашей стороны мы им тоже не прощаем. Но здесь, мне кажется... Вот, смотрите, раз. Видите, удар по рукам. Циканков, по-моему, да? Циканков, по-моему. Да, циканков. По рукам, не по рукам, а игрока-то в зону завезли, а в сайт арбитр свистнул. Видите, Франков получил. Ну, вот этого звена тоже опасаться стоит. Играет Серж Берлье, Рижанов и Марк Тардев в этом звене. Вот и Берлье, Третьяк на месте. Тут же добивание. И, кстати... Кстати, кстати, кстати. Два защитника, где форварды? По-моему, что вроде были должны. Да, ну, смотрите. Да, ну, смотрите. Бытовало такое мнение, что не очень любят силовую борьбу, Александр Сергеевич. Но я смотрю, вот с ним справляются канадские защитники, борты приживают, сами отлетают. То есть, кстати, это был необыкновенный игрок, на самом деле. Так что это все ерунда, что там силовая любит, не любит. А в хоккее не бывает, что силовой не будет. Это же постоянное столкновение, постоянное единоборство. Потом это проявление характера на каждом отрезке. Не будешь проявлять характер, забьют. Ну, и вот еще одна смена. Опять Горди Хоу. На лед выходит. Степлтон. Шаг будет. Так вот, опять притягиваем. Опять давление в чужой зоне. За счет движения. Тыкаться не обязательно. Закрывать зоны. Перекрывать возможности. И вот эта средняя зона у нас. Иной раз они ее проходят. Но, в принципе, мне кажется, что мы утратили потом, да? После советского хоккейной игру в средней зоне. Это пружинность атаки вторым темпом, если угодно. Перехват и поехали опять. Ага. Поменяли правила игры. Красная линия? Да, красная линия. Она поменяла тактику. И мы, как все русские, решили сразу свои пять копеек извлечь. И именно мы первые стали там оставлять, исключая из активной оборонительной игры человека, да? Ну, то есть стали искать какие-то вариативные пути для решения. Сразу. Да. Хотя вот с красной линией все-таки интереснее было такие. А там по задержке клюшки, мне кажется, Бакстер Могусева прихватывал. Да, Могусев просто не давал, но блокировал. И вот проезжает, да? Да, да. Реклэй? Да. Ну, страшающие такие жесты, движения. А это на автоматизме же происходит или нет? Я понимаю, что это как бы не больше им свойственно, чем нам. Но к тому времени-то уже разобрались. Я была суперсерия 72-го года. Напугать тоже не проходит, тем более с Харламовым. Ну, они сами себя этим заводят. То есть, если угодно, да? Это то же самое, что кричат там и теннисисты себе там хамон или что-то еще, да? Да, они сами себя заводят. Ну, а раз есть еще и противник, ну, зацепить его, а вдруг он ответит. Итак, 2-1 в пользу сборной Советского Союза. И даже как-то уже не привычно, достаточно давно не было заброшенных шайб. Громадные дворцы. Ну, с того времени-то, конечно, они стали еще громаднее и еще более новомодными. Это какой? В Колизеуме тогда играли, да? Да. В Ванкувере. Да, да, да. Он, по-моему, на 12 с половиной. Это потом уже 18 с половиной Джеймплейс проигрался. Да, да, он на 12 с половиной играл. Кстати, в 2006 году тут вот предварительный этап молодежного чемпионата мира проходил. Это потом Джеймплейс переехал. Ну, и тогда, казалось, что там огромные дворцы после наших тестов. Зритель. Немножко другой. Много женщин, детей. Вот очень нравится. Чуть-чуть длинная передача, чуть, так сказать, не сам доставляет, да, сразу все перехватывается. Вот. И отсюда в любой момент может атака стартовать. Я поделюсь сейчас заходом, так сказать, да. Он, может быть, не я придумал. Гуляют давно. Разница философии хоккейной на тупо. Потом-то прорастание произошло в стиле, да, сращивание. В чем? Вот в три слова это объясняется так, что канадцы всегда ставили в центр игры игрока. А русские, в частности, персонально, это Владимир Тарасов, да, поставил в центр игры шайб. Ну, вы знаете, ведь сочетание игрок-шайба, вот как раз то, что и надо. Потому что шайба, она должна двигаться. Шайба быстрее движется, чем игрок бежит. Это понятно, это понятно, да. Самое главное, что? Самое главное, я считаю, мысль, мысль игрока. Умение оказаться в нужное время, в нужной... Вот как сейчас чуть-чуть случилось. Да, да. Как хорошо делает это дело Борис Петрович Михайлович. То есть, если угодно, вот вам и игру в центре игры, вот вам и шайба в центре игры, да, когда она в чужих воротах находится. То есть, в принципе, это поэтизированный образ на самом деле, да? Да, конечно, конечно. Не совсем точно. Ну и к Михайлову, естественно, должны были быть еще и партнеры. Это Витя Кузнецов. Расскажите пару слов про него, потому что я-то вроде бы как, ну, уже помню, видел, да, видел. Он воспитанник Екатеринбургского хоккея, так сказать, защитник. Потом был приглашен в хоккейную команду ЦСКА. И после хоккейной команды ЦСКА перешел в команду Крыльцева. В общем, такой твердый и хороший защитник. Вот как раз те самые Кулагинские, да? Да, да. С Анисиным, Бодуновым, Лебедевым, Котовым, который тоже был в этой команде, да? Да, да. То есть, это те игроки, которые вы играли чемпионат Советского Союза у ЦСКА. Причем тот год по делу, Владимир Владимирович. Да, хотя все они, ну, большинство из них. Большинство из них все равно прошло школу армейскую. Тарасовскую, так скажем. Ну, вот вроде бы что-то у Канадцев начинает получаться в средней зоне. Показалось мне, что Гусь сейчас высоковато, Крюшечку поднимает. То есть, тоже правила нарушал. Но он тоже не просил, взял ему и ответил, правильно ли. На каком языке, а? Ну, ну, понятно. То есть, здесь уже не была установка такая, что если вас ударили, вы не отвечаете. Здесь наоборот. Вот смотрите. Сейчас Гусев. Посмотрите. Видите, вот. Раз он по рукам. То есть, кто-то ему ударил, а Сашка ему. За что и поехал отдыхать? Ну, ничего, зато будет знать. Так. Против такой команды можно себе позволить. То есть, ну, вот вы меня простите, если я не прав, но, может быть, уже постфактум столько лет прошло. Не то, что пренебрежительно, но все-таки, вот, когда мы с вами работали матч серии 72-го года, то ли тогда напряжение было больше, то ли политики было больше. И такое ощущение, что вы ни Боби Хауа там, ни Горде Хоуа сейчас не держите за серьезных игроков, нет? Ну, понимаете, мы почувствовали вкус игры с профессионалами, и потом, это уже у нас четвертая игра. Да. А уже почувствовали, что это за команда. Ну, к тому времени, так сказать, да, уже поняли, что хоть чуточку, но сильнее, да? И что они из себя представляют. Поэтому вот такая вот... Конечно, Фрэк Махович, ну, игроки, ну, извините меня, уже далеко по возрасту были от нас. А мы в рассвете сильных. И мы понимали, что мы в любую минуту могли добавить... То есть ощущение запаса, да? Да, решить вопрос, да, решить вопрос. Не факт, что получилось бы. Но силы на это были, мастерство на это было, ага. Берния там за воротами был, и вот опять езжает, да? И Боби Хаул, Шмира бросают по воротам. И Хаул от синей линии забивает. Причем тут большой вопрос, ну, закрыли третий ката, это понятно, но, по-моему, один чужой и двое своих. Ну, в общем-то... Собрал двоих там? Да, третий ката не видел, там постоял Фрэк Махович. Вот, смотрите, он там. И проезжал еще игрок, то есть, ладок не видел, куда. Давайте посмотрим отсюда. И бросок был у него сумасшедший, конечно. Ах, вот еще что. А видите, вот проехал игрок-то. Так, он просто не играет. Итак, два-два. Два-два и сравнял счет Боби Хаул за 7 минут и 15 секунд до окончания первого периода. И полетел опять Райв Бакстерам, Горди Хоу, Бакстерам Шайбэй, он входит в зону. Разбирается сам. Да, очень хорошим паузом сделал. Якушев. Чуть-чуть не получилось, придумал все правильно. Да, от борта играл. Ах, какой молодец, а. У нас защитники пошли вперед. Чего не было в матчах с Нездоровым. Ну, в общем-то, Цыганков-то в куск атакующей игре у него всегда был. Ну, достаточно умело, да, атаковал? Я не буду говорить, что как Фетисов, конечно. Нет, у него задача была обороняться. Это не его конек, так скажем, атак. Как и у Лученко тоже, да? Да, ну вот Лученко как раз ближе к этому был, чем Цыганков. Ну, конечно, судей либеральный член. Очень сильный. Валчков, видите, Саша. Выпустили. Побиться. Немножко жути нагнать. Я не очень помню всю его карьеру, но помню, что были года два или три у Александра Валчкова, когда он действительно смотрелся едва ли даже в ЦСКА, может быть, одним из самых ярких. Я знаю ребят, которые хотели смотреть именно на Валчкова. Почему, аж была жуткая абсолютно, когда он скорость набирал. Да, да, да. А вот вторая шайба Бобби Хала. Я хочу сказать, что все три шайбы в наши ворота, ну, по крайней мере, первая и третья. Вторая все-таки, да, это большинство. Кстати, отметим, что по удалению и по голу тут же получили. Это все-таки, опять-таки, проблема в средней зоне. То ли на смене попали сейчас. Ну, защитники разъехались и, так сказать, позволили Бобби Халлу выйти, так сказать, с удобной позиции поразить ворота. Но все равно чистый пас в средней зоне прошел на скорость под сенью линию. Да, да, да. Он, в принципе, очень хорошо открылся. Бог ничего не скажет. И вот давайте смотреть, уважаемые телезрители, сколько было у канадцев моментов, да? Вот то, что они забили, плюс еще вот эта пауза Бакстрима, которую, ну, все-таки он был в статике уже, когда эту паузу сделал. То есть вряд ли это голевой момент. Забивает все. Это и мастерство, конечно, да? Да, это и кто забивает Горди Хоу одну, Бобби Халл две. Ну, то есть профессионалы, те, которые олицетворяли когда-то НХН, иначе звезды, нравы профессионального хоккея. Лученко и Кузнецов у нас в обороне играют и звено Анисина. Вместо Будунов, по-моему, Волсков появился, да? Мальцев играет Анисин и Волчков. Ну, Волчков, который не разогнался. Это даже не пол Волчкова, а четверть Волчкова, да. Но если разгонится... И вот он пошел закладывать. Он получил шайбу, его еще пока не встречает. Играет в пас. Анисин входит в зону уже без скорости. Мальцев. Ну, хоккей чуть побыстрее стал. Открылась немножко игра, обидно стало. Вот и пытается включить свой запас. Что из этого получится? Риклей на пятачок. Шайба отскакивает Уолтону бросить. Не удается, но... Сам решил сыграть за счет партнера. Атаковал ворота. Чиверс, который, по правде сказать, без работы уже минут 7-8 находится. Шайба это ловит. Замерз уже. Ну, зря он не обижается. Он своих поругарит, если что-то плечет. Пусть даже подбадриваешься. Все интересное, брат. Как-то он больше до нас неудачников дошел. Нет, хотя и великий, так сказать. В Бостоне он, по-моему, больше всего светился у нас. Ну, как-то до нас, вот, Кендрайден. А так, Чиверсу забивали, в основном, по ощущениям. Вот бросок Владимира Петрова. Тоже, к слову, не приходило в голову, вот, могли бы вы участвовать в стезаниях на мощь броска. Ну, а почему это? Вот там, национальный. Это я знаю. Это, конечно, бросок. То есть, я помню даже, но это не относится к суперсерии. Как-то матч с «Спартаком» был. Просто дали бросить. Даже не с дальнего пятачка, а просто без помех, ни от синей линии, чуть поближе. Так там очень серьезный был разнос под материнскую скамейку. То есть, буквально играли, да? Особенно в большинстве. Да. Закрывать Петрова в эту позицию. Ну, у меня были точки на площадке, откуда я, в принципе, поражал. Сейчас бы удалили вас на пару минут. Сейчас бы, да. По моим правилам, конечно. Выкинул шаг специально. А было это специально раньше, когда они удаляли просто как средство? Ну, и в данном случае это случайно. Ну, в принципе, было раньше. А что же защитник брал и бросил ее? Смит с шайбой. Тоже очень неудобный пас, но вылавливает партнера. Жан-Ульт выходит на ворот. Ой, какая пауза, как защитника развернула. Но это красота. Это, конечно, красота. Да. Махович, да? Да. Ну, это опять защитнички у нас. Потерялся где-то еще один защитник. Посмотрю, Тегульчев. Во-первых, далеко. Очень легко, да. Легко. Позицию изначально проиграл. Да, и зачем-то Васильев приехал ко мне держать этого игрока. Вот, а ответить для чего. Ну, сквозит такая пренебрежительность в нашей игре. То есть 4-2 при всем этом в вашем запасе, да? Сквозит. Ну, согласитесь, когда вас смотрит вся страна, да еще страна, это называется Советский Союз, со всеми политическими смыслами, да? Вот. Это говорит о том, что что-то в настроенную игру было все-таки не совсем. Видимо, это хорошо, видимо, недонастроенность. Будем смотреть, хотя на самом деле-то знаем. Может, какие-то перетряски в составе. В средней зоне. Ну, орг выводы, конечно, тренеры сделают. Это вопрос. Тут уже вопрос даже и до перерыва, потому что канадцы, конечно, при этой ситуации не останавливаются. Что удивительно, Горде Хоу играет не меньше остальных, и наоборот, это звено, как вот начало игру. Связка Бакстром-Хоу, да, и вот он опять. Мы стали играть в медленный хоккей, медленный хоккей, это не наше время. Через почти 20 лет после, что 20, 30 лет после этой серии, я буду в Анахайме на финале Кубка Стэнли. Я тогда буду играть Анахайме в Нью-Джерси, и именно там мне удастся прочитать статью, ну, и тренера, и публициста Жака де Мера. Вот, она называлась, это вроде, железные дровосейки. И главными героями были Скотт Стивенс, Эдам Оудс и Стив Томас. Вот тогда его всем уже за 40 хорошо, или под 40, да, и как вот им удается сохранять, насколько это от физиологии голой зависит, насколько это зависит от режима, насколько это зависит от физических упражнений. То есть интересно, когда об этом пишет человек, который сам хоккей видел во всех его проявлениях, да? И я вот тогда подумал, а что же там про Горди Хоу говорить, сколько он должен был сам включать. А пока забивает Бобби Хал свою третью шайбу, и команда Всемирной Хоккейной Ассоциации. Пожалуйста. Мне эта игра напоминает то, что, чтобы не потерять партнера, то есть, как будто бы специально, так сказать, не доигрываем чуть-чуть, для того, чтобы дать им возможность забить. Ну, Лакруата сыграл великолепно, посчитал, тоже бросив едва лишь взгляд, пас вложил точно в крюк, но ведь надо было и бросить первым же касанием, да, и попасть прямо над плечом вратаря в мертвую абсолютно зону. Вот, получите и распишитесь. А я в этот момент, тогда еще, в 74-м году, вспоминал, поиздивите меня, о печальной памяти, последний период, последнего матча. Здесь, в Москве. Суперсерии 72, да. Потому что когда у них начинает получаться, нам, конечно, это вдалбливали, что вот они, наверное, полезут и задушат. Как только они забьют, у них сил прибавляется в 10-фера. Мне все казалось, а у нас, что нет. Вот, но тем не менее, тогда казалось, что не так все весело. Вот Михайлов. Не проходит пас. Да. Не проходит пас уже, концовка первого периода, абсолютно. Вы понимали, что вам скажет, Борис Петрович, перерыве? Не знаю. Ну, я имею в виду, не какие-то там уничтожительные эпитесы, а... Да, Борис Павлов спросил. Ну, тренер всегда недоволен, когда команда проигрывает. А тем более здесь видно, что, так сказать, есть возможность выиграть. Ну, да, стряск, вот сейчас вот драчка. Когда выигрываешь, легко затеять драчку. У меня было ощущение, что от этого Маккензи преподносили, как забияка, да? Но он так на человек, который может серьезную неприятность в кулачном бою причинить, не очень похож. Вот именно забияка, задраться, спровоцировать где-то, да? А если там придется серьезно вступать в бой, так там ребята были другие. Ну, он такой драчливый, напористый, так сказать. Им чем-то надо было играть ему, проявлять себя. Мы когда с Олегом Пирожковым комментировали первую встречу вот этого самого, ну, скажем так, турне, саммита, вот этой самой суперсерии, мы рассказывали про то, как возникла Всемирная хоккейная ассоциация, да, почему она просуществовала столько времени, а не больше. Рассказывали историю появления там того же Бобби Хала. То есть я не думаю, что уже здесь на рубеже встречи за номером 4 к этому имеет смысл возвращаться. Вот, но хочу сказать уже от себя, может быть, что на ту пору, ведь проводились же и матчи с командами, да, Всемирной хоккейной ассоциации, правда? И серьезность клубной вот этой потенции хоккейной, она не вызывала сомнений, на самом деле. То есть вот как угодно. Это были канадские профессионалы, те самые по-озеровски хваленные, причем ничуть не меньше, чем два года тому назад. Очень серьезная команда, очень серьезные ребята. Все было отработано, да, то есть вы пошли, как когда в накат, уже знали, что Гусев, Васильев дальше у правого борта, потому что правая рука и бросать удобнее, нет? На входе. Один из тремя. Ну, они особенно и не были против того, что в шайбах борта приезжают. Здоровый, это ж мир, конечно, и очень, вот он грязноватый, мне показался больше всех у канадцев, 18-й нанам. Ну, рис, панечка моя. Я думаю, что никто из вас до конца, но сейчас уже можете как-то догадаться, да, какой-то там груз политического тока. Прошу прощения, да, на него давят, вот там. Гюрзимов, молодой. Остатин Борис, счет, да? Георгий Сенбор, Шлор, Тепсыч, Валентин Лакич. Авсеенко, Жора, Георгий Лаврович. То есть там делегация едва ли меньше команды. Делегация серьезная, да, да. Это только те, кто, мы сейчас увидим, те, кого допустили на лавку. Ага, а вы 2-5 горите. Да. Маховлет шайбой. Эпплтон. Вот перестала получаться игра в средней зоне. Это правда, движение пропало куда-то, да? Да, мы перестали двигаться. Сначала небольшая успокоенность, 2-1 повели, перевес полный. Потом потихонечку они перестали, и они к этому притерлись, привыкли. Заточенность в эпизодах, конечно, отложится этот момент, когда у них есть, у них необыкновенные. Это генетика, наверное, может быть, а это сугубо канадский. Ну, это да, да, это еще с детства, наверное, воспитывается в детских юношеских коллективах. Ну что, Джерри Чиверс снимает маску. По правде говоря, он там устал в паре первых смен. Потом у него работы особенно не было. Думаю, что 3 шайбы это многовато, но в одну-две канадцы должны были везти. 3 шайбы Боби Халла в первом периоде. И сборная ВХА. Не будем сейчас уж. Сейчас английский знают практически все. W, да, H, не будем умничать. ВХА, она была тогда в ВХА, пусть и остается. Как круиф, был круиф, но для многих так, я думаю, и остался, хотя это не совсем так. Ну, я помню, когда еще только вот создавали эту лигу, обращались, естественно, и к нашим звездам, так сказать, в лица. Расскажите историю, потому что ведь ходит такая, ну, я не знаю, по поводу 3-яка того же, но это еще раньше, да, что прямо открытый лист. Как вот у графа Монте-Крис неограниченный кредит, так прямо вот контракт из Монреаля, сумму прописи поставите сами. Да, ну тогда, конечно, так сказать, руководители этой лиги хотели как можно больше привлечь в свою лигу звезд. Ах, то есть это в основном разговоры-то пошли уже после суперсерии 72, когда вы товар лицом показали, каждый по отдельности и все вместе. И новая лига нуждалась просто не только в мастерах, но и, как говорится, теперь в пиар-фигурах, да, уже известных людей. Наверное, да. Естественно, они хотели, так сказать, приобрести этих звезд, но так, чтобы у нас зритель ходил. Отсюда появились и в этой лиге, и, так сказать, Горди Хоу, Бобби Хау. Конечно. Нет, и ряд других. Фрэнк из Позея, Фрэнк Маховлич. Ну, я думаю, что суммы контракта прописи называть все-таки сейчас не надо, потому что с той поры они выросли. Сейчас не напугаешь никого такими суммами. Нет, это я не собираюсь. Тогда они были много меньше, чем теперь, да? Тогда миллион была цифра, абсолютно не поддающаяся никакому воображению. Почему? Как раз в 72-м году как раз нам предлагали по миллиону каждому. В год? Да. Ничего себе. Это миллион не то, что сегодня миллион. Вот я про то и говорю. Да, это миллион. Ну, и мы-то, естественно, отказались, но они не успокоились и стали через правительство, написали письмо. То есть вы хотите сказать, что в 72-м году частным порядком, да? Давайте оставайтесь. Да, да. Сначала как-то... Статус беженца, все дела. Да, а потом, когда получили отказ с нашей стороны, они посчитали возможным написать правительству свое предложение. Официально платил? Да, но рассматривалось, в принципе, на полюбюре. Даже так? Да. Ну, и кто-то был близок? Или завернули сразу и все? Ну, нет, там один, так сказать, товарищ, так скажем, из полюбюро сказал, что же, у нас один хоккеист будет получать больше, чем весь дипломатический корпус. Вместе взятые российские, советские. Ну, а пока Фрэнк Маховлич, я, по правде говоря, вижу, что канадцы, ну, я понимаю, начало периода, да, они отдохнули и пытаются включиться, но перелома в игре никакого не намечается. Они успевают откатываться назад, Юрий Лебедев с шайбой. Все, встречаю, чуть скорость бросил, уже это на льду. Да. От лучших вариантов шайба пошла бы уже к партнеру, да? Ну да. А тут он чувствует, что соперник на плечах, выставляет локоть, пытается не то, что защищаться, а еще и сам врезал, но... Надо учесть, что это четвертая игра. Угу. Последняя. Ну, там-то Москва. Вторая часть. А здесь-то она последняя. Последняя. А как там говорили-то, допустим, за каждую игру платят, допустим, ну, по 200 долларов, грубо говоря, утревлено, но не больше, там, допустим, 600. И победа никак не вписывалась в оплату. Понимаете? Поэтому, может быть, так было. Я сейчас вот смотрю, в принципе, никто особо-то и себя не мучает. Даже так? Ну, из наших игроков, посмотрите. Энтузиазма в глазах я не вижу. Я не вижу. Да, выполняет свою работу, но не больше того. Бросает Лученко. Уже вроде и Чиверс на льду, но не дают добить канадцы. Быстро, да? Хоу, да? Да. Молодой Хоу. Тоже касательно произношения фамилии. Но ведь они его Хоу произносят. Наверное, так это правильно. И вы можете переучиться или теперь уже нет? Навсегда застолбился. Хоу, да. Хоу, ну, Хоу. Для нас он Хоу. Да, вот я потому и говорю, конечно. В любом случае, мы понимаем, кто это их. А я очень смотрю, они внимательно в средней зоне. И сейчас Анисин только вот мог бы индивидуально. Две минуты получил, без шлема играть. Без шлема играет, да. Он-то один будет удален, а эти? Вдвоем, что ли, играть будет? Вдвоем нельзя играть. Нет. Они все без шлема. Нет, у него в процессе шлем сискачил. А я имею в виду, в процессе нельзя играть. Кстати, вы не интересовались, почему вот этот играет в хоккеист в шлеме, а этот без? Не интересовало? Не интересовались. Образ потлатого хоккеиста, в общем-то, он как-то с плаката смотрел или что? Нет, дело в том, что они объясняли это тем, что теряется личность. Личность, то есть неузнаваем становится хоккеист на площадке, а так своя прическа, так сказать, все это. Да вы что? Да, а в шлемах они считали, что все хоккеисты одинаковые. То есть вот этот самый Пол Шмейр очень хочет, чтобы его любимая девушка смотрела, какой он, так сказать, да, как у него развиваются волосы, какой он широкопрессий, какой у него красивый, да? Вот так. Да, и потом это остроту ощущений придает, вот, игра без шлема. Ну, я охотно верил Гиле Ферру, когда он сумасшедший в своей скорости, и вот то, что у него немного там еще есть на голове, да, зачется назад и развивается, как индийский, очень красиво смотрелся. Красиво, да, очень красиво, очень красиво. Успевают за Харламовым, раскатались канадцы. Хаги Кокулович, Саша Сапелкин, Костя Климов, я вот смотрю. Помни таких? Да, как же. Уже и многих ты живых. Трамбле с шайбой, он не так много, к слову, времени игрового в первом периоде имел, что меня удивляло. Вроде как пара самая, такая титулованная, Трамблея с Тепплтон. Ну, после того, как Харламов в ходурачил в первом матче серии, вот с этой шайбой волшебной, да, они, вроде, даже, как бы, не всегда вместе выходят. Гусев. Тоже, к слову, вполне бы на состязании. Я уж не знаю, там, с Маккинисом, как он бы поддался, но бросочек был тоже убийственный. Могли бы вас на две минуты бы отправить, да? Да, конечно же, да, просто. Сегодня было сто процентов на две минуты. Васильев. И Трамбле играет назад. Вот как раз тот случай, когда они с Тепплтоном играют пару. Выходит Хоу-младший. Под 11 номером выходит Хоу-старший под 9-м. И Бакстром вместе с ними под 14-м. Ну, если кому цифили интересно, то в этой команде, что называется, именно в истории Всемирной хоккейной ассоциации, это не всегда правильно, да, потому что Всемирная хоккейная ассоциация сколько существовала, столько существовала. Эта карьера имеет, может быть, не так много отношений. Но все-таки два человека, которые рекордсмены. Лиги Андрелла Круа по количеству проведенных матчей. Ну, и Марк Тардев, который играет под номером 22, по числу заброшенных в этой лиге шайб. Он их наколотил 316 в итоге. Согласитесь, цифра внушающая уважение, где бы она ни была забита. А у Канадцева еще один тренер, да, Горди Хоу? Потому что Харрис вроде бы позирует для какой-то, я не знаю, грянцевого издания. Ну, Горди Хоу видимо был у них играющим тренером, мне кажется. Шадрин. И это защитник. Бобби Хоу и тут офсайд. Конечно, у Лукра был офсайд, не говоря уже про Пола Шмира. И вот он Андреа Круа, как раз вот тот самый, что отдал великолепный пас Бобби Хоу под бросок. Тот самый, который вот рекордсмен Лиги по проведенным играм. И, кстати, по набранным очкам. 798 было на счету. За время выступления в 6-6, то ли в 7 клубах он поиграл. Хорош, это 18-й. Хоть час его ставит, да, не испортит, я думаю. Бобби Хоу. Или все-таки ребята из Монреали, все вот эти трое, Лакпоинт, Робинсон и Савар, посерьезнее были? Ну, и те, конечно, сильные. Да? Да, конечно, сильные. Они мощнее. И катание у них, и техника, и все. И броски. А до этого матча с Монреалем еще остается полтора года, да? Как раз. Да, всем счетом. И вот сейчас шестая могла залететь. Тут уж головой играет Третьяк. Да, Третьяк впервые сыграл головой. Кстати, вы помните ту шайбу, которую головой забил ворот Рижского Динамо Владимир Шадов? Минут 50 потом решали. Засчитывали, и засчитали ведь в итоге? Да. В конце концов. Я помню Ярославцев. Так сказать, забивал тоже так вообще. Видите? Ага. Забивал тоже головой шайб. По-моему, цискала. Мальцев. Из-за вводки бросок. Здесь уже трудно выиграть, конечно. На целую голову выше Рик Смит. И шайб прижата к борту. Но только остается балагурить на самом деле, потому что игра такая же, как и в первом периоде. Ничего опасного. Ворот Чиверса пока мы создать не можем. Да, я могу повторить. Это четвертая игра уже на исходе, как говорится, этой серии в Канаде. Может быть, просто немножечко подустали? Они, может быть, больше привычны даже не в той частом постоянной игре, а просто на генетическом уровне. У них уже осознание уложено. У нас, в принципе, мы свою задачу решили. Уже не проиграли серию, да? Да. Часть. Поэтому, так сказать, результат этого матча особо не влиял. Я же еще раз говорю. Вы кромольные вещи говорите. Пойдем, Валерийович. Не зарплату не влиял. Второй же раз про зарплату. Ну а как же, наши ребята за ту же зарплату. Так нет, а чем заканчивается? Уже пятикратно, по-моему, выходят вперед. Мы уйдем вперед. Посмотрим. В Москве. То есть у нас все впереди. Вот и третий Хоу появился. Рэжан Уль. Потом в Монреале тоже будет не последним, да, игрочком? И потом будет генменеджером команда, по-моему, нет? Да, будет менеджером. Опять Бутунов появился. Ну так, ротация происходит в составе. Ну вот Волшкову не удалось, как бы он вышел пару семенцев играл, да? Ну, поиграл и все, хватит. Видимо, ту установку, которую дали ему, он не выполнен. Разные часовые пояса, все-таки разница большая, нет? Или уже потерпелись вот к тому времени? Нет, это как раз... За океаном-то играли мы, пусть не с профессионалами, но играли же в разных городах. Нет, а четвертый матч, он как раз вот и, так сказать, падает вот эта акклиматизация, то есть, самый сложный. Четвертый, пятый день. Шестой день. И это же запад, это же там у нас в Москве почти 11 часов разницы. Я могу сказать, что в 2006 году, когда я приехал на молодежный хоккейный чемпионат мира в Ванкувер, я реально не сумел переложить на таможнее время до конца турнира, а потом еще две недели привыкал к московскому. Это вот первый раз в жизни, самое такое случилось. Ну, тяжело, как вот, так сказать, команду готовить, то ли жить по московскому времени, то ли по местам, тяжело. Ну, это вы уже там не первый же день, если бы из Москвы в Ванкувере пролетели, ладно. Все-таки играли в других же городах. Ну, все равно. Играю, почему? Владислав на ловит шаги. Взял, как в кино, да? И освобождается 2,5-3 минуты в конце концов отзыва. Продуманности, конечно, никому не откажешься. По-прежнему? По-прежнему тот же самый счет, какой был и в первом периоде. 2-5. Ну, и уже практически половина второго периода позади. Михайлов. Петров. Ну, как? Что там за свисток? Нарушение правил? С чего бы? 6 игроков? Да, вроде не свистели, практически нарушение численного состава. Вот, посмотрим. Ну, будем считать, что свистнули просто так. Я вот не понял. Я тоже. Васильев, Цыганков. По-моему, они сейчас парень нет. Цыганков играет. Ну, вообще-то с Ляпкиным, да? Да, с Ляпкиным. А еще через пару лет это уже... То есть, как в одно слово будет говорить Цыганков-Ляпкин. Я, кстати, про Инксбургский финал, Владимир Владимирович, еще один вопрос вам задам потом. Потому что он не очень относится к этой матче. Бол? Это гол, да. И, кстати, очень похоже. Чуть-чуть он корпус кладет в сторону, Сан Сергеевич. При входе. И могучим броском забивает... Нет, опять Шаби прозевал Чиверс. Видите? Он реагирует поздно. Ну, попал все равно, чтобы не забраться. Ну, попал-то хорошо, конечно. Но, тем не менее, все-таки такую шайбу вратарь не уже нет. Я к чему веду? Что вот сократили разрыв. Три шайбы... Две шайбы, не три шайбы, да? Но, тем не менее, шайбы пока две мы забили дальними бросками. И одну в большинстве, как говорится, завязанными глазами ходишь забивать. Борис Петрович мог и правда завязанным попасть по этой шайбе. Вот посмотрим, что будет теперь. Кузнецов. Ну, интрига-то невеликая, потому что мы знаем, как матч завершился, да? И поэтому, может быть, я себе позволю сейчас вот как раз зайти по поводу вопроса. Канадцы считались, да и считаются до сих пор, величайшими специалистами насчет сбрасывания, да? Да. Не секрет, что у нас одним из лучших, а может быть и самым лучшим по этой части, был Владимир Петров. И когда мы с вами комментировали один из матчей 1972 года, вы даже вроде бы как обижались, что проиграл в брас... То есть это не я проиграл, то есть вы считали себя сильнее многих из них, правда? Ну, в принципе, да. И был сильнее многих из них. Здесь, видите, стратегия и тактика в брасе не заключается в том, в зависимости от того она идет, где ты, где ты в брасе не происходишь. Вы поняли, при чем тынсбургский финал? Я вот ту четвертую шайбу, я не видел до вас ни у кого, чтобы человек даже, ладно, получалось. Просто это наглость ваша личная, выигрывать сам себе? Да нет, это просто... Или это делал кто-то до вас еще? Да нет, это не то, что для меня, может быть, тоже делали. Но почему так я сыграл? Потому что я посмотрел по расстановке сборной Чехии, Чехословакии, что, так сказать, если я выиграю вперед, то мне никто мешать не будет уже. И самое-то главное, не ожидал этого и Глинка, который со мной стоял на вбрасывании. И, в принципе, я выиграл, у меня получился. И на пустые ворота уже отдал Валерию, да? Да, да, Валерию, да, тот, который, так сказать, забил эту шайбу. Я не стал даже сам этого делать, потому что Валера выгоднее стоял. И вот сейчас может забить Михайлов. Но я подобные фокусы у вас видел в матчах советского чемпионата. То есть первым был случай именно в Инсбруке. Все остальное потом, да? Нет, у нас очень много наигранных моментов при вбрасывании было. Очень много. То есть начало игры я выиграл назад защитнику Усю. Усю поддавал Михайлову. И Михайлову в пне я выходил один-надо. Даже на Первый мир и на Олимпийских играх, по-моему, я забывал такие быстрые шайбы. То есть первые вбрасывали? Да, первые вбрасывали. Быстрые шайбы. Также и вот на точках в зоне атаки, в зоне обороны. То есть все это было наигранное. Вот Маккензи напомнил о себе. И еще раз напомнил о себе. В этой серии, по-моему, да, будет кулачный бой, после которого они зауважают Васильева по-настоящему. По-моему, с МакГрегором, да? Да, ну в Москве, по-моему, я не помню еще. Они успевают, вот, Степплтон, вроде, да? Или это Шмир, Шмир. Да, Шмир. Не дал бросить. И Гусева накрыли. О, видишь, впадение, как красиво. На последних, так сказать, из последних сил. Око за око, да? Оба поедутся. Не знаю, сейчас посмотрим. Но прощать-то мы не собирались ничего. Око за око. Они тоже не особо отвечали-то, когда в кулач не будет, не особо шли. Если кто-то поздоровеется, не настоялся. Мне представляется, все равно. Они просто впечатляют такое, что они мощнее, что они задиристее. Они просто больше играют в тело. Это, как бы, да? Больше. Хоккей, игра, контакт. Я с вами не спорю. Но обратите внимание, то, что давление нашей сборной, советской, да? Сейчас этого не очень стоит. И не всегда мы увидим. Давление за счет движения. Ну что ж, оставим Рика Смита на скамейке штрафников там, а Владимир Петров одновременно в двух лицах. Там на скамейке штрафников и здесь в студии. Четыре на четыре. По две минуты вам дали. Нет, да, вот сейчас бы играли пять на пять. Да, но вообще 4 на 4-то интереснее. Интереснее. Трестнее. Демонстрация мастерства. Концентрация и потом уже, после чего демонстрация. То есть умельцам, да, умельцам за эту минуту, что они находятся, да тем более, если вы вчетвером, больше времени и вариантов что-то придумать. Правильно? Но сейчас же хоккей идет в сторону интенсивности, правильно? В сторону движения, прежде всего. Я понимаю. Плотность, плотность-то в чем выражается в игре? Плотность выражается в игре, мы это за количество технико-тактических действий в минуту. Конечно. От того, что, так сказать, ты играешь четыре звена, четыре пятерки, плотность действий, так сказать, она не увеличивается, она остается такой же. Другое дело, что в сумме выхода игрока на площадку игрок выходит меньше, а стало быть и играет он меньше. Возможности проявить себя у него меньше. Конечно. И зритель хочет видеть кого? Звезд на площадке. Ну, в данном случае вы говорите о визуальной вкусности и потребительском, зрительском подходе. А мы для кого играем-то? Для себя мы играем для зрителя. Мы говорим о зрелищной составляющей. Совершенно верно. А теперь давайте, я не утверждаю, что игра в четыре звена менее перспективна или менее продуктивна. Нет, я не о том. Я хочу сказать, что при современном, вот сейчас уже 21 веке, графике, количестве матчей и всем остальном, вот, все-таки, наверное, трудновато. А вы знаете, сколько мы играли в то время матчей на СИЗ? Знаю. Сколько? Ну, достаточно много. Но, тем не менее, не столько, сколько играют, допустим, в национальных хоккейных игр. Нет, мы как раз к нему приближались. Игроки сборной как раз к этому и приближались. Со всеми товарищескими матчами? Да, под 90 игр. Даже так? Да, под 90 игр. Но это регулярно. Вы плей-оу сбрасываете со счетом? Нет, ну все, все игры брать. А вы думаете, что они больше играли, что ли? Ну, хорошо, я спорить не буду. Я как раз хотел вывести... Я просто знаю, мы считали. Вот на что. Если команда играет в четыре звена, и это четыре звена канадские, это до сих пор так, то все равно есть один-два хоккеиста, они могут быть наши. Правильно? В 2008-м это может быть Саша Овечкин, чуть раньше, пару лет, да и теперь это Илья Ковальчук. Правильно? Они все равно проводят на площадке громадное количество времени. Вы понимаете, в чем дело? Ведь игра в три звена, она предполагает, то есть хоккей предполагает такую игру физиологически. Физиологически. То есть человек, выходя на отрезок в 40-30 секунд, он только разогревается, как говорится, свой организм. То есть вот то, как вы сейчас отработали назад, и сейчас второй раз поедет Петров отрабатывать вырезы скамеечки, это пожалуйста вам, да, хоть на этой минуте, хоть на 59? Да, нет проблем. То есть это все зависит от учебно-тренировочного процесса. Ага. И от плотности учебно-тренировочного процесса. А теперь скажите мне, пожалуйста, Владимир Владимирович, вы игрок команды не только сборной Советского Союза, но и ЦСКА, что в принципе большой красной машиной называли и то, и другое, да? Да, да, да. 11-месячные сборы, как вот, ну это не совсем так, я все понимаю, но куда более длинные, чем теперь? Они способствовали тренировочной работе, постановке, физике и всему остому? Нет, я могу сказать, что вот это вот, конечно, ни к чему 11 месяцев длина. Надо только-то поменьше как бы тренироваться. И от этого просто тренеры, так сказать, разжижали немножко учебно-тренировочный процесс, а не подготовительный процесс увеличивания, понимаете? За счет этого. Поэтому, в принципе, то, что сейчас вот делается, оно вполне нормально и закономерно. То есть с июля начинать тренировочный процесс. Ведь все же начинают играть не снова, а уже закончишься. То есть люди уже тренированные. И они должны у себя в процессе отдыха себя готовить. На это рассчитано. Могут ли все доведены? Вот вопрос. Ну не знаю, я, например, всегда, так сказать. Пас. Вот я хочу отметить сейчас от Гусева, да? Почему-то, но не почему-то. Вот у нас знаменитый первый пас Сологубовский, да? Первый пас Рагулинский, первый пас Фетисовский. Вот три фамилии, которые с этим пасом связаны. Защитите меня, Владимир Владимирович. Я когда вот комментирую матч, я все время говорю, что одна фамилия сюда не вкреплена. Потому что Александр Гусев владел этим пасом, ну, на том же уровне. Ну, вообще, если, так сказать, обобщать и сказать, что это традиционно для команды ЦСКА в рамках Тарасова. Это традиционно. И вот эти вот перепасы между защитником Антону Владимировичем не приветствовалось. Воперёк? Нельзя. Только вперёд, да? Защитник должен, ещё идя к шайбе, смотреть, кто открывается и как, и уже потом отдавать полоборота шайбу. А у нас сейчас зачастую защитники этим пасом практически не владеют. Потому что от них этого не требуют. И в детской спортивной школе этим не занимаются. И, естественно, в команде мастеров уже поздно заниматься. Реклэя уже отправлен на скамейку оштрафованных. Вот эта пауза, она рекламного свойства или нет, я не очень знаю. Второй период идёт к концу, и канадцы уже так потихонечку подъезжают. Сейчас Лакаруа точно тянул время, да? Ну, вообще, есть тактика определённая, игры в три пятёрки, когда, так сказать, вот эти вот смены идут долго, так сказать, паузы большие. И так, чтобы игроки могли отдохнуть за это время. Ну, это то, что будет веселеть всегда. Вроде, так сказать, тортов с кремом, который бросается в комедии. Так и падение арбитра тоже всегда будет. Ну, это событие. Это целое событие. Сразу возникает вопрос, а почему он не впал? Кузнецов, ну, по эпизоду, это лучшее решение. По крайней мере, обезопасил себя от силового приёма соперника, да. А команду от потери Шайба. Делать. Степлтон. Вроде ошибается, да, вроде потери. Но я всё время поражаюсь. Как же он универсально? Да, как бы он и отработает, и в черновой, и исполнить. Потрясающие работоспособности было играть. Ну, молодец, Шайба-то непростая была. А билд по науке, да, без шансов там добить кому-то. Зацепился. Ну, это случайно. Смешная, да, смешная момент такая. Энерсен. Ну, вот не знаю, меньше всего хочу быть тренерской шкурью, и Якуша Шайба забросил роскошную, но вот у меня такое впечатление, что у второго звена в меньше степени получается игра. Ну, да, какая-то разбитая игра, у них же нет одного постоянного партнёра. Это очень тоже... Видите, Михайлов играет сейчас с ними. То есть тренеры что-то там всё время конструировали. Что-то делали. Ляпкин. Ляпкин. Все прям, ну, зрители, ну, персонажа из Вестерна, да? Да, да. Меньше минуты до окончания второго периода. Пять на пять идёт игра. Ну, вот, к достижению, первый план периода не понравился мне вовсе. Шайба Якушева немножко наметила какой-то перелом, и у Харламова был выход, да, как говорят, один в ноль. На статье комментаторов всё время начали всё это ругать. Вау в ноль, один в ноль. Не говори так, не говори, да, один на один. Ну, потому что это сленг, понимаете? А, ну да. Это сленг, да, это идиоматическое выражение, если угодно, хоккейное. Хотя всем понятно, о чём идёт речь. Ну, с уволения комментаторов много, так сказать, таких выражений, которые, в общем-то, слух рожат. Стук-нёжи. Одно время говорили, такое было выражение. Ловец, как-то, правоторя, ловец в сетке, или, так сказать, сетка, как-то вратарь, как-то. Говорили, что вот вратарь, это, стоит, сетки, ну, вратарь. Стоит уже неправильно. Ну, да, да, да. Во-первых, да, вратарь всегда играет. Много выражений, или там, ну, сейф, там, допустим, вместо того, чтобы сказать, поймать шайбу. Вот видите, как? Значит, сейф вас не устраивает, а между тем, ну, как бы, это вот, да. Нет, проще сказать, поймал шайбу, там, отразил бросок, а ну, что-то такое. А мы представляем иностранные словечки. Вот тем же самым принципом, мы два в ноль, так сказать, да. Ну, да ладно. Иностранные словечки, они не всегда. Я знаю, что сейфа никогда не простят. Да. Лягкин с шайбой. Сейчас уже сирене, пора прозвучать. Второй период за сборной Советского Союза. 1-0. Минимальное превосходство. Преимущество. Ну, и, в общем-то, с минимальным преимуществом, наверное, за счет второй половины, на самом деле. Да, имеем право считать период своим. Но все равно много. Две шайбы отставали. На сборной России того времени ничего невозможного не было. Поглядим. Бернии с партнерами у канадцев начинают третий период. Придет. Легко, да, да, да. Легко. Выбрасываем вверх назад. Сейчас 2 на 1. Поглядят. Ну, что считается в голове в этот момент? Ну, рука неудобная, да? Доворот не добросить просто. Ткнуть туда на пятачок, потому что проворные. Да, Валерий Борисович, Борис Петрович. Руки быстрые, могут что-то садить. Ну, что-то осообразил. Больше ничего. Ну, это сейчас. Валерий Борисович, сошли сжал, пасы. Заветьте, всегда шайба отдается впереди катяшность. Вперед. Всегда. Нет, ну это надо шпунг катился. Понимаете, я не стоял и ждал. Это вопрос о движении без шайбы отсюда-сюда. И от заученности. Да, безусловно, от обученности, так скажем. Звену Шадрина у нас играет. Звену Шадрина, Шадрина, с Якошев и Лебедев. Эффективная линка для УССР в серии. Бакстерин Стреллин и Шадрина. Сейчас-то давно уж поменяли бы. Это он обратно. Да, карпитерами, ну ладно. Ничего нет, особенного не нарушали. Ни один, ни второй. Вводи шайбу, ты что ждешь. Вот, как стартер в легкой атлетике, так это вот. Все зависит еще от того, что бросает. Как специалист. Уж это в аспекте что-то возразить. Да и не хочу. Бакстерон шайбой. Ух ты. Это повезло или потащило Лислава Александровича? Нет, это Лислав Александрович на интуиции. Тогда это не Александрович, да? Да, на интуиции сам. Оу. И цыганков. Да, отжимают они игру от своих ворот. Раскатиться не дают, очень внимательно в средней зоне. Причем, по ходу первого периода это понимание сборной НХА пришло. Как будто бы раньше было понятно. Если в средней зоне даже сборной Советского Союза шайбу контролируют, что-нибудь да придумают. Лакруа опять приземист на таком полуприседе и опять находит партнера сто процентно шайбой. Марк Холпен. Да, да, да. Вот еще раз посмотрим. Здесь, конечно, Бакстерон. Ну, а чем хуже вашу, передаю, вашу упасную Мехадову, на самом деле, в меньшинстве? Ну, да, то же самое, так же, да. Тот же, наверное. Вот Кривов появился, да? Хорошо, конечком-то отработал. Выгреб шайб. Ну, первый выход, да? Поэтому глаз горит, конечно. А вы не помните в серии? Это не первое появление? Не помню, сейчас не могу сказать. Ну, уже тренеры старались, так сказать, чтобы все понимали. Маккензи. Они всем цепляют его, Бобби Халл. Наступо изящно, мастерски даже правила нарушил. Да, что незаметно раз, и он уже рядом, все, шагу сбил, догнал. Сейчас уже две минуты было, да. Вот стали лучше от того, так сказать, смотреться эти игры, когда вот почти, так сказать, нельзя прикоснуться к игроку противника. Вот сегодняшний хоккей. Вы понимаете, вот мы говорили только что о визуальной составляющей. Да, я не могу сказать, что у меня великий опыт, так сказать, игры, тем более на уровне бизинг-мастерского. Не буду врать, этого нет. Но одно дело визуальная составляющая. Да, стало лучше. Да, стало больше шайб. Да, игра стала чище. Но я же понимаю прекрасно, как человек, кто спортом занимавшийся, что теряется органика, если угодно, правда? Теряются ориентиры, какие-то акценты. Если хоккей не игра с контактом, если это не фулл контакт, то это немножко другая игра, правильно? Конечно, другая игра. И потом, вот мы же не видим здесь, в этих играх, на 72-го году мы сейчас, чтобы игрок в зоне нападения вставал задом к атаке, к воротам, а лицом к во рту, и стоял там с этой шайбой, что-то делал. А в современном хоккее сплошь и рядом такая ситуация. То есть я не понял, вы за вот это самое? Я против, потому что. Я за то, чтобы трогать. Плюс позволяли играть. Ну, конечно же, от этого хоккей, это составляющая хоккея. Другое дело, что, так сказать, ну, конечно, трючки там и прочее, это, так сказать, клюшка в живот. Это не должно быть, там, удар по рукам. Это понятно. Но есть моменты, которые, так сказать, они должны быть оправданы. Когда игрок стоит, извините меня, задом к воротам противника в зоне атаки, и там что-то около борта, головой в сторону борта повернут. Это неправильно. Это не хоккейный момент. Трамплэ с шайбой. Ну, вот сейчас есть возможность. Была, наверное, все-таки пожёстче сыграть. Да, в тело можно было. Не было стопроцентного контроля на шайбе и риск получить контратаку никакого. Ну, ладно, проехали. Якуши. Большое дело, когда снимешь Алина в третьем. Да, я... В литым заиграет совсем другое, да? По-другому всё, конечно. Когда взаимоавтоматическое взаимоотвание. Ну, собственно, и вам же приходилось передёргивать, да? Я как же, да. У нас Мельнов с Мельновым, Юра, играл. Привыкание трудно происходит, да, к новому другому углу? Да, он. Компания. Это вы меня не учите. Я знаю, что он не уступит всё равно. Да, да. Чего-чего, характера, конечно. Ага, вот и Валерий Харламов играет в Мельнове. То есть Михайлов играл теперь Харламов. Да, тренеры творят, тренеры говорят. Ну, что-то же нужно делать? Да, ну, просто, так сказать, то ли дают отдыхать, то ли, так сказать, игрок не проявил себя, не сажает его на скамейку. Сейчас якушев не было, не предпочитали какие. Ну, тренера нашли, наверное, я не знаю. Тренеру людей. А вы это принимали на уровне постулата? Я его трудом могу поверить, что сейчас, если, допустим, игрок недоволен, то где-то из него это, что называется, не выскочит. Потом, после матча, в интервью, кое-какое имя легион, да? Тренеру виднее, вы говорите, как? Саркастично, иронично или действительно искренне тогда верили, как вот в это идеал коммунизм? Я не вас имею в виду, а большинство... Да нет, ну, я-то как раз был там в этом плане неуступчивым и всегда хотел узнать, а почему? Я немножко провоцирую, потому что знаю, да. А почему? Всегда это, как бы, для меня выходило боком. А вот потому, иди тренируйся еще. А, в принципе, конечно, игрок не должен дать вопрос во время игры, почему тренируешься боком? Ну, если играть, ты можешь прийти и спросить. А он может не ответить, имеет право. Да, имеет право, да, я так посчитал, вот и все. Ли, хорош, кстати, и нашел партнера, это зрячая была передача. Вот что дальше, канадцы, ух, как рискованно играют. Посмотрите, я это уверен на себе, что они делают. Ну, сейчас это тоже... Ну, тоже не подобраться. Вроде бы, а я думал, пятачок-то стерегут. Был такое впечатление, что такие они, вот, потлатые все, что, в принципе, как теперь играет IQ, так сказать, у них большой быть не может. Все это на напоре, да, на заученности. А на самом деле, ну, это же не так, правда? Это же не так. Вот именно обученность в игре у них стопроцентная. Вот полетел Берния. Чуть-чуть толчков, трючков. Эпен Шмир, ну, в этом матче у него, мне кажется, не столько игрового времени, как вот первым, вторым, Горде Хоу. Второй период практически его не видели, сейчас появился. Красавец. И молодец какой. Все равно придумал же что-то. Вот тут вариант, как Кузнецов сейчас играет с леда, да, Шайба? Вот здесь. И опять не встречаем, да, провалы есть, провалы в средней зоне. О, Гусев, Васильев. Васильев, да. Хотел сказать, что Гусев, это вот скорее Васильеву подставит. А вот то, что его силовые приемы, сейчас не будем брать кулачные поведенки, да, то, что силовые приемы его стали классикой. Ведь Валерий Иванович-то, по сути дела, не был самым фактурным хоккеистом, на самом деле. Были и покрупнее, что называется. Ну, понимать, чем дело. Покрупнее-то, может, и были. Крепко сбитки вообще, да? Он, да, так сказать, атлетичный такой, характерный защитник, да. И потом, у него трудное детство было, приходилось за себя стоять. Не только это случай, когда, конечно, про Чивица придется разговаривать. А, да, мне кажется, что это он, Ширнова, мушка. Я же вам говорил, что... Да, 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 с этого начинали. У нас таким был Сидельников. Это был артист. Да. Это не было никакой подлости. Я помню прекрасно... Вот видите, видите, вот... Это, нет, нет, это Баккензи. Нет, я говорю, Баккензи, а он... Сейчас, сейчас, смотри, смотри, Чивица. Они показаны. Еще, да? Вот ему Маккензи в пятку ударил. Клюшка специальная. И сейчас тоже уходит. Сейчас опять Маккензи клюшка. Смотрите. Раз, мы по рукам получили Маккензи на самом деле. А здесь он есть? Тоже. А вот оно что. Получил-то он от Шадрина. От Шадрина, да. Вот за... Да? Да? Сдачу за тот эпизод. А он летел на Ляпкина, да. И схватил за это две минуты. По совести, надо и Шадрин, и Маккензи удалять на самом деле. И Маккензи надо было раньше. И там еще, да, да. То есть я к чему тоже хочу сказать, что мы-то в той игре особо-то себя бить не давали. Спуску не давали. Да нет, по-моему, сейчас и Шадрину дали. А у Белаковского, значит, руках-то не бывал у Милых в это время? Там смены-то не было, по-моему. Там смены продолжаются, да? А что ж этому-то не навиняют? Маккензи-то. И чем они были недовольны зрителями? В таком случае. Да. Маккензи дважды нарушил правила. Еще раз, уважаемые телезрители, а скажу вам, что вот по ходу серии и после, и даже Горди Хоу тут как бы не остался в стороне, да, очень ругали канадцы судейство на самом деле. Очень ругали, мол, в пользу русских, да. В 1972-м-то году потише бы. А вот теперь восстанавливается, да, численный паритет на площадке. Так вперед не полезешь особенно без скорости. Отыграем назад, пытаться раскатиться, может быть, что-то и получится, да? Нет, но сейчас-то мы играем в меньшинстве, ну, то есть сейчас-то в рамках составов. Сейчас 5 на 5, да. Да, поэтому нет смысла. Мы держали шагу. Вот, сейчас вот взял отбросил шагу. Сейчас ему две минуты наглядает. Ну ладно, награду нашла героя, пусть некоторым опозданием, но все же. Да, он давно стремился туда. Субтитры делал DimaTorzok А счет-то 5-3 по-прежнему. Говорю, как будто вспомнил, да? 5-2 в первом периоде. Невиданное дело. Третьяку, 5 шайб за период. Да, так, что особенно сильно ни в одной его и не упрекнешь. Ну так. Михайлов. И Васильев. Он не пас делал, просто не сумел обработать шагу. Сейчас прохожу. Через защитника, да? Да. Тут просто разные весовые категории. Да, да. Понятное дело, мощный. Шмир, Михайлова легко. От шайбы отделила. Игра 4 на 4 идет. То есть, кому-то показалось, что мы в большинстве, так это зря. И вот, так, зоны прошла шайба, да. А скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, у меня было ли визуальное ощущение, не по этой серии, а вообще, что все-таки из вашего трио, да? Чаще, если 4 на 4, то вы выходили с Михайловым, чем Харламовым. Или мне показалось, потому что Харламов выходил потом с кем-нибудь, и, в принципе, время не вы добирали в пору. Ну, в принципе, он у нас всегда, у нас наигранная пара с Михайловым играть нечислено. Вот 4 на 4, меньшинство-то это я понимаю, это ладно. И 4 на 4 тоже. То есть, одно от печки, да? Да, ну или со мной выходил, или Михайлов, или Харламов. То есть, я всегда играл. В сборной не было такого, как ЦСКА, потому что я помню, что вы играли 4 на 4 в три фаварда и один защитник. Да, совершенно верно. Был такой, и нередко, на самом деле. Да, нередко, да, совершенно верно. Ну, потому что 4 на 4 это особенные, так сказать, варианты игры. Поэтому я играл защитника такой еще. Лебедев. И опять продолжается перетурбация состава. Сейчас играют Лебедев, Мальцев и Аниси. Кстати, чуть ли не впервые в истории они играют вместе, Мальцев и Лебедев. Да? Да. И я хочу сказать, что через 6 лет, по-моему, на Олимпиаде в Лейк-Плессиде, печальной памяти, вот в эту кампанию будет принят тогда еще совсем-совсем юный Володя Крутов, да? Как он там будет, говоря языком теперешней молодежи, зажигать? Какой хоккей он там показал? Да, Макаров. Крутов? В Мальцевом и Лебедевом, извините, в четвертом, тогда, да. Макаров играл с братьями Голиковыми, притом раньше. Да, да, да. Раньше. Вы еще вместе выигрывали правский чемпионат. Как же вы забыли? Нет, я не забыл, я просто Макаров. То есть, тогда тоже вводили, так сказать, молодежь в состав. Ну, по Олимпиаде в Лейк-Плессе, это отдельный разговор. Несчастный случай. Да, да, да. Это отдельная страничка нашего хоккея, история нашего хоккея. А вот Шадриан. Наши отрабатывают фуроры до канадцев назад. А у нас вышел пятый, да? По-моему. Так уж больно, шайба хорошо держится. Лебедев. Ой, Шадриан получает удар по лицу и, по-моему, даже клюшкой опять. Да, да. Едва выйдя. И опять ноль эмоций. А вот появился Макетти. Вот очень интересное ощущение концовки смены. Вот вы говорили, длинные они. Я говорил, что они более набиты, больше играют. Вы спорили, что играли пором. Не может обмануть ощущение. Кто свежее-то был в концовках? Вы они или мы? Да. Ну, по-моему, у нас вполне хватало нашей игры. И мы могли еще чуть-чуть поиграть. Я понимаю, в концовках смен, отдельно взятые смены, ясно, что человек, выходящий только что из скамейки запасных свежее, чем он будет через минуту. Дело в том, что у нас смена-то тогда длилась не, допустим, не сорок секунд, а она минута-полторы. Да, да. А иногда и две минуты. А сейчас на каком языке? На английском. Такое познание были тогда? Ну, так, средняя школа, плюс еще чего-то. Но уже какой-то багаж, допустим, там, да? Да, в институте, училище все-таки. Нет, багаж был такого общения. Разговорный язык, но, так скажем, профессиональный кем. Еще бы чай там попросить, или нет, больше или нет. Да, помню-то открыть. Все это хватало знаний. Светка Лакруа и Хал, конечно, очень впечатляющая. Думаю, что Маккензи послабеет. Да, вот еще наигранные комбинации. Одна, и чаще всего она завершалась голом. Даже помню эту комбинацию с пасом вам еще. То есть, защитник вас бросил, то на дальнюю штангу, подставленной плюшкой, поехал Петров и по этой дуге, как будто бы не зная, что он сделал. Это я виделся. Но сейчас не оставили. Сейчас не дали шанс. Нет, сейчас не дали шанс. Не дали, не дали. Но это все наигранное. Ну, вот как наигранное? Наскручивают сейчас, ребят, поиск. А почему сейчас этого? И ничего другого, кроме многомесячной сборы, я бы ответить не смогу. Понимаете, чем дело? Ничего другого, нет ответа. Ну, смотрите, видите, это же вот раз, раз сразу. То есть, из логики игры все это вытекает. Из логики игры это импровизация. Ну, плюс импровизация. Нет ответа. Продолжаю считать, что это только сборами, только многомесячными сборами. Это не мой рецепт. Я знаю, что они невозможны сейчас. Я знаю. Не, наигрывать просто надо. Это на тренировках надо все время повторять, повторять, повторять. И тогда вырабатываете следующее. Пора забивать уже, наверное, в шаге. Да вроде бы одни ворота игра-то идет, последние несколько смен. Как теперь насчет незаинтересованности? Да нет, все так же. Подзавелись немножко, да? Да нет, все так же. Просто игра, так сказать, требует, чтобы мы забили шаги. Некуда Степлтон делать передачу. Ну, сейчас освобождается Хоу младше на сине. Офсайда нет, но и вперед особенно не покатишь. Опять назад, опять Степлтон. Ну что, Шайба круг завершил на площадке и вернулся к 12 номеру канадцев. А теперь Гусев. Не прошел пас. Да, интересный пас, если прошел. Не хватило длинный рук. Канадцы тоже у этого младшего. Они не маленькие. Нет ни игры, по-моему, здесь. Сейчас, ну, Харламов одного не глянет, то есть... Кому-то из вас, старец Петрович. Да, он уехал на смену, Петров, скорее всего. А, Петрова уже не было. Вот очень быстро и смены сейчас пошли, да? Не по минуте играют. Уже и Мальцев вышел. Ну, это делается тогда, когда нужно взломтить танк, то есть... Клинической из игры. Я так грешно делаю, забыл, что он опять сидит, отдыхает. А он все время сидит где-то или там, или там. То есть долго на кто-то не задерживается. Он его выпускает немножко оживить игру и... Снова на лавку. Вообще какой-то разврат. У нас защитники стоят на пятаке, стоят. И обыгрывают противника, это защитники. Ну вот. Тарасову на их нет. Побегали бы немножко. Конечно, обязательно. И было время, когда и у нас так. Ну, собственно говоря, сейчас многие дворцы тоже забиваются, да? Может быть, не в Москве. Может быть, не в Москве. Пошел вот в конце 2008 года народ на «Спартак». Уже давно пошел на ЦСКА, да? На отдельных матчах. Ну, а в других городах? Битком. Но все-таки это не под 15 тысяч дворцей, да? Скажем так. А тогда это казалось чем-то невероятным. Но прекрасно помню сам. Прекрасно помню сам. В середине 70-х платил спекулянту. Вот. Билет на матч, который меня с точки зрения там симпатии к команде не интересовал абсолютно. Матч «Спартак» с «Калининград» за ворота 60 копеек гос. Цена дешевле трешку купить не удавалась. Вот честное слово. Пять номиналов. Отдай и не греши, как говорили тогда. И все. Вот такой был интерес. Ну, сейчас он интерес возрождается потихонечку. И вот, будучи в Казани, я смотрел мой чемпионат мира среди юниоров в России и Словакии. И почти полный зал был татарин. На канадцах пришел Битком. Ну, канадцах, конечно, пришел Битком. То есть уже на юниоров у нас стали ходить. Это говорит о том, что наш хоккей... Поднимается. Да, поднимается на правом пути. В принципе. А плей-офф, которые были проведены... Сумасшедшие. Да. Мы давно такого хоккей не видели. Хорошая хоккей работа. Да, вроде кажется, высечем, так сказать, действительно. Железо и стали. А какая мягкость работы рук. Левкен. Не даю, не удается зацепиться за шайбок на дону. И это не только следствие нашей слабой игре. Это то, что они очень внимательны, да? Очень внимательны. Сейчас обокрали Гордюхоу. И Харламов пытается вылезти на ворота. И Михайлов в углу не глядит. Да, ну, ворота помешали. Кто-то у нас, да, или что-то, или всегда будет виновата. Рикли. Неприятные шайбочки. Летит чуть повыше, вообще можно было бы не справиться с ней. Да и канадец не успел на пятачок. Две минуты. Ну, не удавили. Борис Петрович, да? Да, да. Да. И сколько этого все равно остается за кадром? Все это увидеть невозможно ни телезрителей, ни специалистов, ни даже орбитов. Да. Вот. Когда-то я очень интересовался. Как вот большинство. Но для себя-то я знаю. Я все равно буду подпочитать судейский безжалостный автомат. Меня упрекают, потому что это игру задушишь, и тра-ля-ля-ля-ля. А мне кажется, это как вот пять копеек опускать троллейбус, да? Зная, что будет, что надо, и приучать себя потихонечку. Но, кстати, и судейском корпусе, кстати, это рекомендающий арбитр вашего времени, Валентин Петрович Никуйцев, да? Мне сказал, что судья, который будет стараться увидеть все, он обречен. Потому что все, все он не увидит. И вот когда он пропустит что-то, вот тут на него накинут совсем. Он должен просто судья, он должен видеть панораму игры. Там шайба кого-то попала, да? Да, 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 и сильно причем. Канадец выбирается его защитить шайбу и попал. Зарителям тоже достается. Ну, вообще, вот эта игра для нашей сборы не типична. Тягучая какая-то, вязкая. Ну, вы уже сказали, если мне сказали, что играли бы полуслабого там больше. Да, в общем-то, да, да. То есть с прокатом защитники, так сказать, себе полностью позволяло. Шадриан. У меня такое впечатление, что он после того удара, который от Маккензи получил, он как-то рассердился, да? Потому что, ну, где-то это даже не то, что перехлёстывает. Я не в негатив. Он, ведь, в принципе, это игрок в высшей степени командный. А тут очень много лезет, старается сам, да? Отплатить. Всегда был одним из любимышленных хоккеистов. Как вроде я, с протоколом, до поры не симпатизировал. А сейчас, пожалуйста, вот следствие выигранного бросования. Что значит вбрасывание в хоккей? А, по-моему, Тальсан Николаевич, да? Да, Мальц. Быстрые руки Мальцева. Это уже 5-4. Быстро обработал шабочку. По-моему, он не укротил ещё, она не на ребро и встала? Ну, она так и скакала. То есть, её надо было ещё потом заниматься, когда отправлял ещё эти касания. 5-4. Ну, это, кстати, потому как играть-то осталось уже меньше пяти минут. Ну, вот, перебрасывание выигрывает, да? А вот не получается. Ну, то выиграли шайбы. Ну, выиграли партнёры, помогли. И пас на пятачок там. Ну, и Лиха Михайлову трое, трое надо, да? Чуть-чуть не забил, Борис Петрович. Сейчас в современном хоккее все три нападающих почему-то за воротами оказываются. Или в углу. А забивать некому. Вот я считаю, что в нашей сборной, в российской, на сию пору, это уже не первый год, и не второй, и не третий. Правильно? И метода игры на контратак, и команд именно от того, что вот это. Это ведь тоже как. Застолбил участок, как золотоискателю Джеку Лондон. Да, там и постреливают по ночам, и ножичком пырнут, если надо. А ты стой все равно, иначе потому что кроме тебя вот толпеть некому. Вот это твой пост. А то все три форуга за воротами, а то сбывай будет. И вот бросок, Арламову в касание шло зайти. Видите, что значит, бросок не выгодно, а раз с сеной. Ну, потолкался Петров, а вот завязли. Все равно хорошо, если Фрэнк Махович без скорости был. Гусев. Почти без потери скорости вот это забороны. Но это рабочий крестьянский вариант. Петров в центре форума довольно быстрее. Быстрее степок, но чувствую, наверное, сам. Вот играешь назад, и Гусев забивает пятую шайбу. Трудовая, потная, да? Вбросили, отборолись, вернули, но... Ну, нельзя сказать, что больше через какую-то силу это было. Нет. О, четыре человека, посмотрите. Четыре человека канадцев... Они бросились туда, вот они тут четверо в углу, теперь четверо слетят, в итоге закрывают Чиверсу обзор. А от чего? От того, что вот тут они в углу чуть-чуть припозднились, да? Да, да. Это, в принципе, я даже не думаю, что следствие игры в одно касание, это их проблема. Да, ну просто... Ну, на самом деле, они ошиблись, да? Да, уже, так сказать, не по месту играли, а по шайбе. Гонялись за ними. А вот смотрите, какая история. Только что вот сейчас на пятачке, да, Бориса Петровича выхвалили в очередной раз. Вот такая штука, что в национальном-то хоккейной лиге за последние пять лет два лучших специалиста по этой части тоже не канадцы. А вот и швидеры. Один Холмстрим из Дитроида, другой Мадим, так сказать, где он там последние годы играет, да? Ну и теперь надо, как говорится, пора бы еще забить. Шестую. Хотелось бы. Играют совсем немного вот в этой ситуации. Вытон скамеечки, да, смену отыграли, теперь выйти, если придется, то на последнюю самку, так? А о чем думается? Вот как ощущение? Куража забить еще и забить еще? Или уже ладно, пусть оно так заканчивается и видим домой, так сказать, как говорится, выполненные задачи по очкам, по стратегии и все остальное. Тут понятно, о чем думаете. Теперь уже согласны на ничью, да? Да, согласны на ничью, да? Не, ну в принципе, конечно, хочется забить еще одну шайбу, чтобы выиграть. Но, так сказать, мы предполагаем, Бог располагает, поэтому в данном случае, так сказать, мы остались в меньшинстве. И вы тоже считаете, как порой боксеров по раунду? Первый за ними, два, ну второй так-сяк за нами, третий вроде с перевесом уже более-менее прилично проводим, да? Но игра-то ничейная по счету, невыигранный матч. Да, да, ну здесь можно сказать еще что, вот у нас в команде, помимо того, что общий результат, еще считается результат звеньев, пятерок. Это я знаю, плюс один, ну-ка скажите, ваш результат, звена по этому матчу. Ну, по-моему, был один, два-дин и третий. Потому что, в принципе, Васильев забил Гусев и Михаил, Михаил, и в одну пропустили. Ну, результат достаточно хороший, плюс ведь надо учитывать, что из пяти шаг забили три, пропустили одну из пяти. Это большое дело, это большое дело играть вот именно звена, потому что четыре тройки, три пары защитников, это констатация того, что стопроцентной автоматической сыгранности уже быть не может, разве только ты сойдешь со своим, правильно? Ну, конечно. Видите, сейчас выпускаются, обои идут одни, как говорится, старики. Вообще, вы себя стариками в таком? Нет, я не видел, ну, более опытные, более умелые. Ну, я понимаю, первые, да. И более психологически устойчивые. Нет, ну, вам-то и флаг в руки, вы, как говорится, обрасываете становиться Петрову, это ясно. А у них Лакруа, по-моему, быстрорукий, да? Ну, они тоже всех сильнейшим, видите, поставили этого оба. Лакруа. Лакруа, да, Богорди Хоу, там, на Хоулич. Ну, так бывает в прошлый раз, сбрасывание проиграл, зато шайбу выиграли, теперь наоборот, да? Брасывание выиграл, зато шайбу проиграли. Дубль два. Защитники, Лученко играет сейчас. Лицебенков. Лицебенков не может, он далек. Лицебенков, да, Лицебенков. Василий. Василий. Василий, да, 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 да. К слову, тоже вариант, если, допустим, по каким-то причинам не играл Гусев, да, то первая пара сборной выглядела именно так, Василий Лученко. Ну, в принципе, вот они наиграны, Лученко. А в тресках Гусев Лученко первая пара была. Да, да, да. Ну, и тоже, честно говоря, где-то рядышком две минуты. Могли пять на три устроиться. Три на пять, вернее. Сборка 5-5. А тоже взорваться в такой ситуации, да, тоже вот так заувлекаться, пропустить. Я вот не помню, вы уже выступали, когда вот появился впервые этот самый парень сумасшедший Джо Сакик. Помните, да, Вилли же, в большинстве играли, и он в одиночку спроводил на последней минуте в меньшинстве. 19 лет был человек. Этот пятый год. Ну, так же, как в Риге, помните, чемпионат мира-то? Игры и игры через... А между тем, между тем уже заканчивается матч. Ну, не сказать, что так уж очень быстро даже Бобби Халл шел в атаку. Однако шайбу в зону доставляет. Вугл доставляет ее. По борту. Выскакивает она на пятачок. И есть шанс у сборной Всемирной хоккейной ассоциации вырвать победу. А теперь у нас будет такой шанс. Но, пожалуй, все-таки нет. Получится так получится. Бобби Халл. Франк Маховрич. Все, устал Маховрич. Уже и там ножку пускает в ход, да, пытаясь соперника свалить. Просто потому, что лень уже возвращаться. Нет сил. Это рефлекторно, да? Да, видите, вот Касс устраивает, оказывается, ничего. Ну, не лукавство, Владимир Владимирович. Я не знаю, знали ли вы, но Борис Павлович точно знал. После того, как даже с минимальным перевесом серию 1972 года уступили, ну, это наверняка там из всех политбюро на свете шли указания. Так как угодно, хоть как, с кровью. Но выиграть серию любой ценой. Нет, конечно, еще не так. Конечно. Это, я думаю, даже потом в баге у Карпов такого не испытывал. Да, да, да. Обязательно. В сей стороне, когда мы ехали, нам говорили проиграть, но не очень много. Но мы об этом уже говорили. А сейчас уже, ну, никак не понимаем. Ну, что ж, вот так 5-5 и завершился этот матч, который 23 сентября 1974 года прошел в Ванкувере. Эту игру для вас комментировали, беседы на теченых хоккейной темы, заслуженный мастер спорта Владимир Петров и Юрий Розенов. Спасибо за внимание. Канада 5 и Совет 5. Это гейм 4 из Ванкувера.